Ихсан — основа духовного воспитания, познание Аллаха. Опорой дома является его фундамент, а опорой религии является познание всемогущего Аллаха. Основная задача человека в этом мире — это познать своего Господа и уверовать в Него. Так как человечество пришло в эту жизнь, чтобы поклоняться всемогущему Аллаху. А для того, чтобы поклоняться Аллаху, нужно сначала познать Его. Посредством познания Творца человек уверует в существование Всевышнего. А вера приходит через знания. Пророк Мирумы Благословения сказал. Знания начинаются с познания могущественного Аллаха, аль-Джаббар, заканчиваются же верением Ему своих дел. Всевышний Аллах, указывая на то, что только считанные люди могут понять различные тайны мироздания, говорит. Поистине, сотворение небес и земли, а также смене ночи и дня — знамения для обладающих разумом. Ясные и неоспоримые доводы на то, что всемогущий Творец существует и он совершенен. Действительно, в том, что восход и заход Солнца и Луны происходит в определенном порядке, а также тот факт, что гигантские небесные тела совершают соответствующие вращения, двигаясь по определенным траекториям, во всем этом есть великое и ясное доказательство для людей разумеющих. Однажды пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал, «Опорой дома является его фундамент, а опорой религии является познание всемогущего Аллаха и обладание разумом, способного отстранять от злодеяния». Тогда мать правоверных Айшада, будет довольна ее Аллах, уточнила, что такое разум, отстраняющий от злодеяния. Тогда пророк, мир ему и благословение, сказал, «Не противопоставление человека его Создателю, а наоборот, разум, выступающий посредником, связующим человека с его послушанием к своему Создателю». В Священном Коране Аллах говорит, «Он тот, кто создал для вас ночь, чтобы вы отдыхали, и день для освящения, поистине, в этом знамение, указывающий на его единство для тех, кто слышит и задумывается». Сура Юнус, аят 67. Человеку, не проявляющего усердия в размышлении, не свойственно найти, а тем более познать Господа, покорившего весь мир. Пусть даже покрыто небо. Тысячами звезд с ясным начертанием Аллах. Аллах есть свет небес и земли, но он не способен увидеть его, несмотря на то, что приходили пророки и провозглашали миру существование Аллаха, демонстрируя при этом различные чудеса, мурджиза, устраняющие сомнения. Некоторые люди, к сожалению, и в таких обстоятельствах сомневаются в существовании Творца. Всевышний описал их состояние следующим образом. «Какое бы знамение они не увидели, они не уверуют в него. Если они увидят верный путь, то не пойдут по нему. А если увидят путь заблуждения, то пойдут по нему, выберут именно его. Это отказ от истинного пути и следования путем заблуждения, потому что они отвергли наши знамения и не проявили к ним должного внимания». Сура Аля Аграф, аят 146. В следующем аяте Аллах говорит, «Боятся Аллах из его рабов только обладатели знания» Сура Фатир, аят 28. На самом деле, уровень разумного человека, размышляющего о природе, вселенной и беспечного, который думает только о сегодняшнем дне, не понимая сути существования, даже не подлежат сравнению. Зунун Мистри говорил, «Больше всех об Аллахе знает тот, кто больше других удивляется и от восторга качает головой». Знание приобретает свои свойства только тогда, когда дает человеку возможность познать внешний и внутренний мир. Все это возможно только силой разума Всевышнего. В противном случае ограниченный разум смертного не сможет полностью постичь всемогущего Создателя. Вот почему мы нуждаемся в божественном разуме. Ислам поощряет применение рационального мышления в познании Аллаха. Разум ведет нас к поиску, познанию и поклонению Богу. Всевышний Аллах делает наставление человеку, который является самым благородным из всех живых и неживых существ, глубоко размышлять основой с насилия собственного разума. Во времена имама Абуханифы были люди, которые отрицали Бога и отвергали религию. Великий имам, будучи еще ребенком, как-то вел спор с одним из них. Однажды он и его учитель отправились в место, где неверующие вносили сомнения в умы людей. Один из этих людей заявил, «Ну а кто будет со мной спорить? Пусть приходят ко мне, кто говорит, что Бог существует». Абуханиф отстал перед ними и сказал, «Задай их мне, и я отвечу на твои вопросы». Мужчина посмотрел на ребенка и сказал, «Скажи мне, возможно ли, что все, что существует, не имеет начала и конца?» Тогда мальчик спросил, «Ты умеешь считать?» «Да». «Скажи, какое число перед единицей?» «Перед единицей?» «Ничего. Разве ты этого не знал?» Тогда мальчик сказал, «Если нет начала перед каким-то немощным числом один, то о каком же начале может идти речь в отношении единого Аллаха?» Атеист, чувствуя себя проигрывающим, задал второй вопрос. «Итак, скажи мне, в какой из шести сторон находится один истинный Бог?» «Ведь все существует либо справа и слева, либо снизу и сверху, либо спереди и сзади». Тогда молодой ученый ответил, «Разве это вопрос, перед тем, как ответить на него, скажите мне, в какую сторону светит луч, исходящий от лампы?» Мужчина сказал, «Свет лампы светит повсюду». Мальчик, ожидавший именно этого слова, сказал, «Если свет какой-то светочи, этого бренного мира таков, каким вы его описали, то как может быть описан сторонами тот, кто не имеет ни ширины, ни длины, вечный свет неба и земли?» Однако Атеист продолжил задавать вопросы, «У сего есть свое место? А где место Бога?» Затем мальчик спросил, «Есть чашка молока?» Затем, глядя на неверующего, спросил у него, «Есть ли жир в этом молоке?» «Да, есть». «Где же он в этом молоке?» «Мальчик, ты задаешь никчемные вопросы, разве можно указать на место жира в этом молоке? Он же повсюду». Абуханифа продолжил, «Если дело обстоит так, с каким-то маслом, то как вы можете спрашивать о месте создателя небес и земли?» Снова ответил он, Однако из величайших доказательств существования Бога – это космос. Когда мы думаем о месте, где живем, и о бесчисленных звездах вокруг него, мы видим удивительные вещи. Вера, величие Творца, любого, кто обратит на это явление внимание, непременно укрепится. В Священном Коране Всевышний Аллах говорит, «Аллах создал небеса и землю с истиной, ведь в этом знамение для верующих». Сура Алян Кабуд, аят 44. Аяты Корана призывают человека обратить внимание на создателя этого мира, Земли и неба, познать его тайны, укрепить свою веру и избавиться от сомнений. По мнению астрономов, Земля – одна из самых маленьких планет Солнечной системы. Солнечная система – это лишь часть всей галактики. Невооруженным глазом видно не более 6 тысяч звезд, но с помощью специальных инструментов можно получить совсем другую информацию. В Священном Коране сказано, «Скажи Мухаммад язычникам, посмотрите на то, что на небесах и на земле, на знамение единственности Всевышнего Аллаха, но знамение и предупреждение посланников не помогут неверующим». Сура Юнус, аят 101. Нет иного доказательства для тех, кто, увидев и познав мудрость и секреты всего этого, все равно не верует в Аллаха. Это потому, что на тех, кто не верит в Аллаха, видя все это, иные доказательства не действуют. Мусульмане же признают и ссылаются на сотворение этого мира как на доказательство существования Бога. Ученые, исследовавшие, изучавшие бесчисленные явления во Вселенной, поразились могущество великого Создателя и склонили головы перед его необычайным мастерством. Знаменитый физик Эйнштейн говорил, «Моя религия состоит в чувстве смиренного, восхищения перед безграничным разумом, наш слабый изменчивый разум кое-что излёг из этого великого разума. Чтобы понять эту глубокую веру и божественную великую силу, мне достаточно посмотреть на эту галактику. Это напоминает мне о существовании Бога». Марит Стейнли, член Академии естественных наук США, сказал, «Всё в мире является свидетельством существования Бога, свидетельством Его силы и величия. Когда мы, учёные, исследуем некоторые вещи в этом мире, мы не можем выйти за рамки размышлений о том, что всё было создано мудростью и силой Бога. Всевышний Аллах создал мир как зеркало, отражающее Его сущность, потому что все творения, вся жизнь — свидетельство Его существования. Абсурдно полагать, что Вселенная возникла случайно, что небесные тела сошлись вместе, чтобы сформировать такую систему. Невозможно себе представить, чтобы каждая вещь, устроенная в определённом точном порядке, сошлись по случайному стечению обстоятельств». Всевышний Аллах в Священном Коране говорит, «О люди, вот вам пример. Послушайте же его. Поистине те, кому вы поклоняетесь, помимо Аллаха, ни за что не сотворят и мухи, даже если они объединятся для этого». Сур-Аль-Хадж, аят 73. «Чем больше человек узнаёт и познаёт всемогущего Аллаха, тем больше его сердце наполняется любовью к Творцу, возвышаясь в степени, и благочестивые и неверующие нуждаются в своём Создателе. Через знания неверующие просвещаются верой, а заблудшие находят правильный путь». Глубокое познание Всевышнего – очень важный вид поклонения для верующих, гордо носящих священное имя мусульманин. Наш мудрый предок Бухаджи Рауза поведал, «Моли Господа, чтобы быть верным Богу. Пусть Всевышний Аллах дарует нам честь быть среди тех, кто действительно познал Его». Субтитры создавал DimaTorzok